базовые рекомендации по использованию роботов что не нужно вообще лезть коровам которые этого не просят робот это не волшебная таблетка которая решает все проблемы ногу под него засуньте посильнее просто чтобы он сильнее уперся ногой но вот эта задачка которая тоже нужно делать коровники но хорошо что сейчас есть роботы которые могут это делать привет я думаю вы уже видели ролик российская киберферма причем снимаем уже но знаете ли вы что у нас сейчас в россии уже есть такие роботизированные фермы и сегодня мы вам все покажем сегодня мы в софтозе имени ленина который является самым роботизированным предприятием у нас стране и мы вам сегодня покажем все технологии которые здесь есть и рассказывать нам будет данила козлов привет привет готов показать ваши чудо-технологии да конечно буду рад погнали для того чтобы попасть на киберферму у нас снаряжение специальные бахилы чтобы не испачкаться специальная куртка потому что там все-таки немножко прохладно мы уже экипировались и готовы к тому чтобы все узреть как скафандры в кофе данила расскажи сколько у вас сейчас роботов у нас сейчас 8 роботов и ни одной доярки угла да всего у нас здесь на комплексе находится 500 коров общее поголовье фермы чуть больше 1100 животных это вместе с телятами подрастающим поколением так сказать и т.д. и т.п. собственно два модуля в каждом находится по четыре один робот обслуживает одну секцию а сколько робот может коров обслужить цифра очень гипотетическая вообще правильнее наверное говорить сколько литров молока может собрать робот но если говорить в штуках то это где-то примерно 50 60 животных с нашей продуктивностью сегодня мы дуем около 36 37 литров на среднюю корову это говорит о том что некоторые из них дают 25 а рекордсменка дает 82 хорошо а вот у вас есть роботы которые дают коров а еще еще роботы которым корм подвигают вы тоже таким пользуетесь или нет да все верно есть и такой робот и он работает по расписанию каждый час он выходит и делает круг коровнику таким образом подвигает тот корм который коровы разбросали если так можно сказать дело в том что животные как и люди хотят есть самое вкусное и выбирают из больших куч корма то что им интересно как правило это конечно зерно комбикорм то есть более сладкие более вкусные более питательные составляющие рациона но нам как животноводам важно чтобы животное потребляло весь корм целиком это что-то типа своеобразной диеты как у человека когда мы обязаны задать животному необходимое количество клетчатки в том числе да она не вкусная да это своего рода балласт есть так можно сказать но он необходим для правильной работы жкт адринская а что вот это вот за штука такая которая вот едет по коровнику большое количество процессов на ферме современной ферме автоматизирована механизирована роботизирована в разной степени вот это то что позволяет убирать отходы за коровами собственно те проходы в которых корова перемещаются в которых испражняются они чистятся вот такой техникой то есть не надо вот этого человека с лопатой а вот как бы собственно вот такое устройство помогает очищать да все верно практически не надо если можно так сказать вот едет юно кроме пододвигатель собственно ну вот здесь наверное достаточно хорошо видно о том что когда коровы едят корм они его все дальше двигают от себя вот этот кормовой забор то есть вот эта металлическая решетка ограничивающая выход коровы сюда к нам не позволяет им в итоге дотянуться до корма который они откинули проблема в том что если этот корм не будет съеден то вы будете вынуждены его выбросить или он испортится соответственно чем лучше чем чаще мы его пододвигаем обратно тем равномернее коровы проедают тщательнее вот этот полно смешанный рацион который мы им задали но он толкается есть так можно сказать но усилия не очень большое то есть вряд ли он собьет вас ног хотя вас может меня вряд ли вот и он становится можем я могу продемонстрировать как это происходит значит если чуть-чуть посильнее упереться то этого достаточно чтобы он остановился можете попробовать хотите так эксперименты ногу под него засуньте посильнее просто чтобы он сильнее уперся ногой но у него такая скорость движения что как бы в целом не может у него нет никаких движущих частей которые бы он мог бы повредить там корову или человека в этом преимущество даже вот эта юбка которая вы видите она крутится под собственным весом она находится в определенной плоскости чтобы крутиться от трения об кор это еще один способ экономии энергии коровы его достаточно сильно облизывают мне кажется такой способ изучения мира для них кроме того они его не боятся для них он это синоним того что рядом есть корм он издает такое своеобразное пищание когда выходит на работу и мы даже замечали что животные начинают активнее подтягиваться собственно есть до тот момент когда он начинает работать я думаю что это связано в первую очередь с тем что он подвигает те самые вкусные части которые они хотели съесть до этого вот он для них это синоним сейчас будет вкусняшка да 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 так и есть так есть а давно вы уже используете мы используем его с момента запуска коровника мне кажется это был наверное шестнадцатый год а скажи а сколько вас сейчас вообще сотрудников на ферме и сколько у нас сейчас 17 человек они обслуживают все 1100 голов часть фермы к сожалению это старое помещение то есть там требуется больше ручного труда или там у нас есть интересные технологии переработки навоза собственные это вот в общем тоже ответственность фермы вот вот это все а вот сейчас 17 человек управляете фирме 1100 голов а скандар роботизации сколько бы потребовалось людей довольно сложно сравнивать дело в том что до роботизации ферма была меньше животных было меньше и да и вообще в целом мы занимаемся не только роботизации но и в том числе оптимизации наращиванием улучшением технологий и других сфер работы животноводческого комплекса поэтому сравнивать тяжело я помню такие цифры что после роботизации мы считали что у нас уменьшилось примерно 30 процентов персонал стал на 30 процентов меньше чем было это вот приблизительная такая цифра есть насколько увеличили свою производительность о сильно прирост если говорить только про молоко и говорить только про первые там пару лет после роботизации прирост только по молоку был где-то процентов на 20 21 если быть точным с тем до если сравнить просто корову образную до среднестатистическую если говорить про то что мы стали еще и крупнее в количестве животных то прирост будет еще больше а если возьмем дистанцию больше к больше лет то есть например сравним момент до перехода на роботов и сейчас то я думаю там уже будет процентов сорок одинаковых роботизации зависим из того какие сами коробки какой генетический материал здесь те возможности которые может получать да ну что-то типа того это говорит о том что робот это не волшебная таблетка которая решает все проблемы это говорит о том что мы как люди тоже создаем вокруг робота очень сложную систему и чем качественнее чем лучше мы ее создаем тем машине проще работать расскажи и данила какие роботы и технологии автоматизации у вас есть благодаря чему вашего предприятия это доильный робот лейли а4 то есть это астронавт четвертого поколения не самое современное поколение но тем не менее в общем весьма удачный робот кормоподталкиватель но называется юна это тот аппарат который подвигает корма ближе к коровам после завтра если можно так сказать каждому из роботов подходит специальная труба по которой в автоматическом режиме двигается комбикорм кроме того мы имеем весы автоматически электронные при доении животного мы взвешиваем его каждый раз соответственно можем в автоматическом режиме выяснять динамику наращивание наоборот падение массы животного тоже супер важно особенно в критические такие точки жизни животного вентиляторы у нас над головой прекрасные системы которые создают хороший микроклимат тоже супер важный фактор работы любого животноводческого комплекса вы правильно сказали что коровники прохладно это норма так должно быть корове по сути не холодно да это животное более приспособленная чем человек и при правильном микроклимате здесь должно быть не душно не влажно такая вот удачное сочетание температуры и влажности если сильно удалиться от темы то наверное робот для нас по крайней мере это еще и один вариант увеличение гуманного содержания животных вот так заковырист сказал то есть если вы бы приехали сюда года так 567 назад то вы бы увидели что у нас здесь стоял старый коровник советский привязные где животные стоят редками на таких металлических цепях вокруг шеи и по сути все их движения за день весьма ограничены совхоз имени ленина был основан в 1918 году ему уже больше ста лет а роботизируется он стал где-то лет пять назад сейчас уже видны результаты этой роботизации здесь используются роботы лели это голландский производитель у них есть роботы подвигатели кормов роботы доильщики даже роботы которые убирают навоз интересно что в 18-19 году эта разработка даже получила международную роботехническую премию за достижения в области робототехники говорят что благодаря технологиям коровы чувствуют себя более счастливыми почему во-первых потому что их никто не гонит на дойку на дойку они идут сами они не привязаны они спокойно перемещаются по вот своему вот этому загону они могут пойти почесаться есть специальная для этого щетка они всегда с едой потому что робот подвигатель кормов регулярно ездит и подвигает корм и поэтому они чувствуют себя довольно вольно и счастливо сейчас много таких коровников россии к сожалению которые еще содержат эту технологию это в первую очередь связано с тем что чтобы перейти на новые технологии нужно довольно много денег уложить фермеры не самые богатые ребята в мире но для нас робот стал еще и технологии когда мы позволили животным двигаться как они хотят взаимодействовать как хотят лежать есть пить все это в тот момент когда они хотят даже доится они могут тогда когда им это будет необходимо робот по сути помогает выстроить вот эту систему если эта корова высокопродуктивная она будет ходить на дойку 6 раз не вопрос пожалуйста 82 литра если она дает для нее вообще никаких ограничений дорогая только хоть если это животные наоборот низкопродуктивные для них лишние дойки просто не эффективны в этом просто нет никакого смысла то она будет жить в этой же секции с этой же коровой подружкой но доится например два раза в сутки или даже один то есть мы можем выстраивать вот этот необходимый лучший правильный индивидуальный подход при том что животные живут в большом стаде на сами представьте здесь каждый день происходит огромное количество процессов там вот вокруг нас 500 коров на каждый из них хочет делать что-то свое в одной болит нога у другой наоборот прекрасное настроение на хочет прыгать и скакать и все это манаджерица если так можно сказать практически без участия человек ну я считаю это супер круто вот а в этой среде они могут не конкурировать не за место в очереди на дойку ну то есть каждый дается когда хочет да не за кормушку не за воду ну и и так далее предмета конфликта собственно у них нет да 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 еще и корм подвинут и эти скотник не проспит не забудет да не заболеет вот это вот все а скажи вот в тот момент когда нужны были доярки на вот эти вот 500 голов которые у вас дают сколько бы потребовалось доярок сколько нужно доярок это цифра специфическая она зависит от многих факторов в том числе технологии у нас на 400 коров когда у нас было 400 коров нам требовалось 6 человек это были две смены по три человека двое работали в доильном зале у нас был небольшой доильный зал и один человек работал на так называемый ну привязи да вот там где коровы стояли в советском коровнике то есть три человека потом они менялись другие три человека выходили вот в итоге шесть человек нам требовалось для такой работы но других комплексах цифры могут разниться у кого-то система более современная или например комплекс крупнее у него есть более сложная автоматизированную установку поэтому нагрузка на как на доярку выше где-то наоборот производительность труда ниже ну например качество кадров страдает до или доярки часто меняются поэтому не успевают руку набить если так можно сказать цифры в общем могут разниться вот наша практика была такая 8 у нас появилось 8 роботов да и коров стало больше когда я разговаривал с нашим директором и уже по прошествии какого-то время и спрашивал почему же все таки было принято решение переходить на роботов это же представьте там эти там семь лет назад там или восемь когда ферма только начинала строится решение переходить на роботов это было просто вау потому что ты в россии строишь ферму которая должна работать 24 на 7 не забывайте да в любые морозы и и там я не знаю с нашим электричеством и все такое и это было довольно рискованно я считаю такая практически авантюра ну то есть роботизированных ферм в россии вообще было там какие-то считанные там единицы у братьев белорусов было чуть побольше они там молодцы вот он говорит что уже тогда он понимал что главной проблемой будет во-первых нехватка кадров на селе это большая проблема то есть работа доярки это труд очень тяжелый при этом очень ответственный то есть мы не можем доверить это кому попало потому что это все-таки продукты пищевые да это потом мы едим наши дети пьют это молоко мы едим сыр из этого молока и вот просто так на отвали но эту работу делать нельзя это здоровье коровы но можно на многое влиять во время дойки да там вредить корове в том числе часто случайно получается у нерадивых доярок вот а во-вторых просто нет очереди на это место то есть когда уйдут вот эти доярки мэйтин юссср да на их место вряд ли кто-то придет молодые девчонки не мечтают работать вот такой рваный день да там три раза за день вставать раньше чем солнце восходит чтобы доить этих коров вот ну и конечно затраты если мы посчитаем на сегодняшний день даже зарплату доярки да а мы опять же возвращаемся к тому что это хоть и тяжелый но должен быть весьма квалифицированный труд несмотря на то что на это конечно не учит в университете то мы поймем что робот он окупается даже просто за счет вот этого снижения стоимости фонда оплаты труда а помимо этого есть же еще и другие плюсы ну например если вы взяли на работу доярку то скорее всего через какое-то время она выйдет замуж если она выйдет замуж наверно она родит ребенка как шутит наш директор в совхозе же хорошо живется значит нужно рожать минимум трех ну соответственно какое-то количество времени вы скорее всего будете в дефиците сотрудников хотя вроде бы наняли их достаточно до плюс люди болеют иногда плюс есть большое количество обстоятельств иногда не переезжают и что еще что то еще им обязательно нужно помочь жильем правильно мы же ответственный совхоз заботимся о наших сотрудников вот и если все это сложить в итоге всю вот эту социальную инфраструктуру которую мы обязаны создать вокруг человека то получается что робот сразу резко вырастает привлекать до привлекательности за точно раз в час пододвигатель кормов робот который этим занимается эта машина которую мы настраиваем как пользователи да если мы хотим двигать корма чаще он может это делать раз в час если хотим реже пожалуйста никаких проблем если мы знаем например что сейчас будет раздача корма а на фермах приезд трактора с кормом это весьма стабильное время да то в этот момент мы не двигаем корма потому что в этом нет никакого смысла новый корм только привозит то есть это легко адаптируемая систему под любую технологию под любой ситуацию если например лето и корма очень сохнут хорошо распушаются коровы отлично выбирают сепарируют вот эти корма то мы настраиваем чаще если мы не видим этого такого смысла частном подвигании зимой мы можем ставить режим более редкий у робота есть несколько вариантов ориентирования это как бы такая комбинация что ли с так можно сказать первое у него есть металлические пластины на полу они встречаются в местах остановок и разворотов ну в конце коровника вы могли видеть что там есть такие небольшие практически незаметные вровень с полом пластины кроме того он видит металлические элементы с помощью своего датчика на носу вы его тоже могли может быть заметить он знает свою трассу и ориентируются в соблюдении этой трассы по вот этим металлическим окружающим предметом и вы настраиваете при запуске этого оборудования вы настраиваете ему эту трассу ну чтобы он примерно понимал что происходит вот собственно в конце он подъезжает к своей розетке к своему стандартному месту где он накапливает заряд на этом круг заканчивается вот такая простая история сейчас есть даже более современные модели которые могут переезжать из коровников коровник даже по открытой местности открывать ворота знаете как дистанционные вот эти которые как гаражах у обычных автомобилей то есть техника прям растет совершенствуется такой прям реально помощник r2 d2 только на ферме робот это один из способов сделать так чтобы производство работало эффективно и при этом даже в большом стаде создавала максимально индивидуализированный подход каждому животному соответствовало его желанием возможностям и ситуации как будь то норма выдачи концентратов или график доения и т.д. и т.п. за счет этого я думаю что производство априори работает лучше потому что если ты максимально максимально создаешь эффективную систему для жизни конкретного животного то она отдает тебе обратно потому что она более здоровая она более я не знаю она лучше оси меняется качественнее там ходит свою эту беременность она жестильность и так далее и так далее есть даже очень прикольный принцип я читал в одной из книжек лэли которые они дают как вот базовые рекомендации по использованию роботов что не нужно вообще лезть коровам которые этого не просят вы имеете специальную зону рядом с роботом небольшую где вы можете осуществлять помощь и как-то работать животным да если она заболела или что-то требуется сделать специальное с ним а вот всех остальных пожалуйста не трогайте это животные у которых свой социум своя иерархия свой распорядок дня чем меньше вы с ними взаимодействуете тем лучше у нас даже когда-то на самом старте работы с роботами был интересный эксперимент с девушками они проводили исследование содержание гормона стресса в молоке на нашей ферме переходный период то есть часть коров задаются на роботе а часть доилась ну еще в доильном зале и вот они брали молоко и сравнивали где корова больше или меньше подвержена стресс процессы на самом деле те же самые то есть примерно то что делала доярка выполняет и робот корова заходит сюда происходит обработка в имени это необходимые процессы чтобы в имя помыть почистить потом происходит присоединение доильных стаканов отбор молока обработка в имени после доения это для того чтобы закрыть соски специальный такой химии обработкой чтобы туда не попала какая-то болячка микрофлора вредная ну и собственно все сейчас вот мы видим что корова доится произошло отключение первого доильного стакана это связано с тем что робот сам измеряет когда в какой доле в имени коровы молоко уже закончилось и чтобы лишний раз не травмировать пустую долю он отключает каждый доильный стакан отдельно вот уже отключил два ну и так далее а корова смотрит вперед потому что перед ней находится кормушка куда сыпется комбикорм собственно вот эту норму комбикорм она и есть при этом стоит она на весовом помосте то есть мы снимаем показания веса этого животного каждый раз благодаря этому губа можем говорить о том что со здоровьем ну то есть все ли идет нормально или она например худеет это подозрительно как вы понимаете что именно это та самая корова мы не понимаем понимает робот значит у каждой коровы есть ошейник за левым ухом находится такая черная блямба у этой прекрасной коробки помимо того что висит на ухе номер у нее также вот висит ошейник который умный на нем собирается вся информация коровки и когда с этим ошейником корова подходит к роботу который доит робот уже знает абсолютно все про эту коровку сколько она должна весить как она себя чувствует как вы нужно доить и многое-многое другое сейчас он будет мыться обрабатывает после доения вот шикает видите на соски и сейчас будет промывка щеток и обработка паром вот там данина расскажи как этот робот работает и как вы им управляете все роботы подключены к одному компьютеру собственно центр управления полетом если можно так сказать это этот компьютер и есть в нем мы можем вносить большое количество права к систему корректировать но какие-то цифры работать с таблицами с анализом стада производственными показателями так далее этот же компьютер посылает массу этих данных на приложение в телефоне подсказывает что лучше делать со стадом там есть много функций они все ну крайне полезно если можно так сказать плюс есть еще промежуточные системы например вот такой планшет на каждом роботе который позволяет анализировать что происходит в конкретный момент либо что происходит на непосредственном доении либо в общем говорить о работе робота например вот сейчас я вам показываю таблицу где находится список так называемых опаздывающих животных то есть все животные которые не были на дойке восемь и более часов считаются опаздывающими ну то есть робот информирует что такие животные сегодня есть такой аналитики здесь очень много и за счет того что этот объем информации огромный но мы можем выбирать самый нужный мы можем оперативно реагировать на большое количество вещей которые происходят здесь то есть это то что позволяет одному специалисту в какой-то области максимально эффективно работать сразу там сотнями животных и я уверен что это технологии дальше она будет все больше больше развиваться скажи какие-то знания для того чтобы использовать техническое образование или интерфейс довольно понятный чтобы любой человек мог с этим разобраться я думаю что они делали специально из расчета что должен разбираться человек который вообще ничего не понимает ни в коровах ни в технике ну такой среднестатистический какой-нибудь европейский фермер за 60 знаете большие кнопки понятные там ну ничего супер сложного то есть потенциал этого огромный вопрос насколько много там конкретное хозяйство или фермер использует из этого всего я думаю что самые там ушлые и хорошо разбирающиеся там выживают выжимают например там 60 процентов из этой информации а те кто просто на отвали работает может 10 вот поэтому когда мы с вами говорили про то насколько вырос там уровень производственных показателей с приходом роботов я и говорил довольно высокие цифры потому что мне кажется что тут даже суть не в самой автоматизации доения тут суть в том что ты работаешь с крутой современной аналитикой которая поступает к тебе 24 на 7 то есть если ты видишь что есть какие-то проблемы ты можешь своевременно реагировать и это в итоге погоду дает тебе там огромную прибавку сейчас происходит обработка вымени каждый сосок коровы щетками обрабатывается по определенному алгоритму у нас каждый сосок протирается дважды по три секунды это происходит для того чтобы убрать все механические частицы которые могут на этом соске быть дальше лазер в сочетании с 3d камерой определяет место на расположение соска и одевает доильные стаканы но собственно вот за счет этого мы видим такие красные полосочки на сосках роботу важно понять где находится сосок и одеть доильный стакан на нашей ферме робот ловит корову если так можно назвать в среднем используя полторы попытки то есть это не идеальный показатель я бы даже сказал не очень хорошие но это все-таки живые животные они иногда там ногами ему мешают хвостом бьют перемещаются ну и так далее то есть покой живой момент собственно после того как он обработал в имени выми перед доением отдел 4 доильных стакана начался сам процесс доения молоко по молокопроводу начал собираться специальную чашу где объем этого молока анализируется причем анализ происходит еще до того как молоко начало собираться в эту чашу вот в этой роботизированной руке есть специальный сканер который понимает можно ли использовать это молоко для питания человека какие она имеет параметры по содержанию белка жира количество соматических клеток есть ли туда попадания крови такое бывает иногда животные травмируются или болеют является ли это молоко молозивным опять же молозивное молоко пищу людям не идет если молоко соответствует всем параметрам и абсолютно безопасно тогда молоко поступает чашу если есть какие-то какие-то проблемы либо задано какое-то какая-то настройка вручную например корова лечится используется антибиотик поэтому это молоко должно быть утилизировано тогда молоко дается отдельно и с общим общем количеством молока на ферме не соприкасается в этом импровизированном шкафу большое количество систем в основном они все закрыты дополнительными крышками но поскольку ферма это все-таки не самая чистая безопасная среда для работы любой системы или электроники или чего бы то ни было собственно все системы замкнуты никакого соприкосновения с воздухом опять же для того чтобы не было дополнительной контоминации молока тем воздухом которые есть на ферме большое количество информации но например время доения которое уже прошло время доения плановое номер животного его вес выдача комбикорма задано-выдано и например использование жидкого энергетика то есть сейчас корова получает не только сухой корм но еще и влажно это специальный такой общего укрепляющий как ты если можно так сказать итоговые надо этой коровы и время доения по разным четвертям а также символическое изображение как много молока еще осталось конкретной доли собственно тут мы можем видеть там уровень вакуума и другие показатели мы можем управлять доением например дать больше комбикорма вручную или если мы видим что у робота сложностью с одеванием доильных стаканов если это например молодая корова и совсем недавно начала доиться она например нервно стоит при подключении то можем помочь ему в ориентировании а теперь нам покажет пункт управления всем этим роботизированным хозяйством расскажи как она работает ну на самом деле все довольно просто вся информация с 8 наших роботов стекаются на единый компьютер где данные обновляются 24 на 7 можно так сказать а сколько всего параметров вот здесь собирается по которым оценивается как ой я даже не знаю параметр 15 где-то здесь больше вот 21 24 здесь лэли это компания во-первых которая сама изобрела доильного робота запатентовала вот эти сложные системы софт и так далее и так далее и которая имеет достаточно широкую сеть сервисных центров которые находятся максимально близко в каждом практически регионе россии вот и для нас наверное это было весьма важно и с тех пор мы не жалели о том что мы не выбрали какого-то другого робота и сама техника очень устойчиво очень стабильно она не требует каких-то огромных вложений как я не знаю какие-то супер дорогие машины или еще что-то она вполне дружелюбно к пользователю будь то зоотехник или просто слесарь который что-то там с ним делает но она отлично себя отрабатывает чтобы использовать робота в сельском хозяйстве нужно быть айтишником а любой аграрий целом может этим технологиями пользоваться да да вполне спасибо данил за такую потрясающую экскурсию было очень интересно я рада что у нас в стране есть такие высоко оптимизированные роботизированные предприятия и коробки здесь счастливы мы все это увидели своими глазами если вам понравился этот выпуск ставьте лайк подписывайтесь на канал и пишите в комментариях что вам больше всего понравилось увидимся в следующих выпусках